Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о том, когда начинать осеннюю обрезку винограда, о сроках этой самой обрезки. Поговорим немножко про воздревание лозы и еще поговорим о такой операции, как предварительная обрезка. Итак, сроки обрезки винограда. Вообще, если бы мы выращивали виноград в неукровной культуре, и нам не надо было бы его на зиму опускать на землю и укрывать, то резать его можно было бы вплоть до весны. Всем известный день календаря 14 февраля. На самом деле не только день влюбленных, это день Святого Трифона, и раньше в этот день обрезали виноградную лозу. Мы, конечно, в наших условиях себе этого позволить не можем, потому что, ну, да, я сейчас стою среди молодого виноградника, его, конечно, можно накрыть, да, потом пробовать обрезать весной, но мы открываемся поздно. То есть, в принципе, такой вариант для нас не подходит раз. Во-вторых, большой куст с множеством лозы пытаться укрывать на зиму не совсем рационально. Поэтому мы все-таки делаем осеннюю обрезку. Ну, смотрите, у нас еще висит лист. Да, нам повезло. Практически по всему винограднику. Где-то он зеленый, где-то желтый, где-то красный, где-то такой. Совсем еще рабочий, где-то не совсем, но лист еще висит. И поэтому, ну, как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И если растение еще держит на себе лист, значит, это тоже ему нужно. И поэтому спешить абсолютно не стоит вообще что-то делать. Вот когда лист опадет сам, ну, либо придет мороз, да, весь лист обмерзнет, вот недели через две после этого уже можно начинать делать обрезку. Смотрите, даже вот если лист, к примеру, завтра ночью придет заморозок, у нас листа не встанет. В это время еще идут процессы в растении. Идет перемещение веществ питательных сверху вниз. И этот путь прерывать не надо. Не надо спешить, и мы потом еще будем об этом говорить. Не мешай машине ездить. Да, процессы идут. Все, пусть себе идут. Вот листа не стало, недельки две прошло. Можно и три-четыре. Там уже смотрим, как нам удобно. И тогда делаем обрезку. Укрывать еще тоже все слишком рано. Укрываем мы виноград вообще, когда уже придут более-менее устойчивые морозики. Поэтому еще времени у нас более чем достаточно. За исключением одного случая, о котором мы поговорим чуть позже. Теперь давайте обсудим с вами такую операцию, как предварительная обрезка. Вот очень много сейчас роликов об этом появляется. Что вот надо ее делать. Кто-то считает, что она способствует вызреванию лозы. Не знаю, чему она способствует. Но вот порассуждаем на эту тему. Принцип вот этой самой предварительной обрезки. Убрать все невызревшие части растения. Убрать пасынки. Но смотрите, конечно, вот если бы мы были на другом участке, может было бы более наглядно, потому что там взрослые кусты. Здесь все-таки кусты небольшие, молодые. Тем не менее. Ну вот, допустим, да, вот есть побег. Вот он у нас вызрел. Примерно до сюда. То есть, по идее, я должна вот это была бы сейчас обрезать. Где-то там снизу обрезать пасынок. Кстати, смотрите, пасынки, они сами отпадают. Вот, он уже отпадает. Вот этот, если его дернуть, он уже отпадает. Зачем мне ходить их обрезать? Кто-то считает, что вот они тянут питание. Но, мое мнение, это просто лишняя работа. Вот смотрите, вот сейчас я бы обрезала вот здесь вот так. А потом на окончательной обрезке я бы еще раз подошла к этому кусту. Выбрала бы нужные мне побеги. И не факт, что этот побег вообще бы мне был бы нужен. Может, я бы его убрала полностью. То есть, таким образом, мне надо будет сделать, ну, раза в два больше срезов. А может быть, все больше. И подойти к кусту тоже раза два, а то и три. Вопрос, зачем? Если бы у меня было два, три, ну, пять кустов винограда, да, можно хоть каждый день ходить там и что-то подрезать. Но у нас их 250. Ну, правда, часть молодая. Но у взрослых порядка 90. И вот к 90 кустам подойти как минимум два раза, честно говоря, ну, очень нецелесообразно, по нашему мнению. Также кто-то говорит, что вот нужно убирать лист. Понятно, что вот этот лист желтый, да, он уже не работает. Но смысл, опять же, тратить время и ходить его убирать. Да он сам упадет. Единственный случай, когда, может быть, рационально убрать лист, если вот заморозок прошел, и лист еще висит на кусте, ну, он буквально на глазах такой высыхает. Да, тогда можно, ну, чтобы не грабить землю, вот пройти по всему винограднику и весь этот лист убрать. Ну, если вам это удобно. Вот здесь, да, лист уже совсем такой нерабочий. Ну, вот на соседнем, да, рабочий. Смотрите. Вот, абсолютно зеленый лист. Вот, причем тут даже, вот, как минимум, до сюда вызрела лоза. Тем не менее, листик зеленый. И, ну, если растение его еще сохраняет, значит, ему этот лист нужен. Поэтому убирать его и делать лишнюю работу, опять же, если я буду ходить и на 250 кустах обрывать лист, то мне, ну, даже спать будет некогда. Что касается вызревания лозы, да, то есть есть мнение, что вот, если мы сделаем эту предварительную обрезку, то лоза у нас вызреет лучше. Ну, на самом деле, очень спорно. Потому что сейчас на вызревание лозы как раз-таки работают вот эти верхние части. Да, то есть вот, видим, здесь еще все зеленое. Раз оно зеленое, значит, оно растение еще для чего-то нужно. И теория гласит о том, что вот первых несколько почек они вызревают долго. А потом вызревание идет очень-очень быстро. Конечно, я не задавалась целью вот такое, чтобы каждый день ходить, снимать кусты и смотреть динамику этого вызревания. Но могу вам сказать, что вот сейчас, ну, такие погоды у нас очень переменчивы. То было плюс 17 днем пару дней, то вот эти ночи и ноль был, небольшой минус. А днем такая температура от 6-8. Ну, еще вроде как обещают и какие-то теплые денечки. Так, периодически гуляю по винограднику. Я замечаю, что вызревание у лозы, вот, ну, буквально на глазах меняется. Вот еще недавно даже этот куст был такой довольно зелененький. Вот здесь даже лоза была такая довольно зеленая. Тем не менее, ну, вот конкретно этот побег, вот досюда он дозрел. Если бы я послушалась и сделала вот буквально неделю назад эту самую предварительную обрезку, то уже бы вот этой части у меня не было. А здесь, смотрите, здесь тоже процесс на самом деле. Ну, так он начался. И, может быть, мне повезет. И оно еще успеет дозреть. Кто-то тоже может сказать, что нет, там тогда почка не дозреет, не зимует. Рассказываю пример из нашей практики. Для кого-то это может послужить руководством к действию. Конечно, вот такая вот совсем зеленая лоза, она зимовать не будет. Ну, ни при каком, ни при каких условиях. Но если процессы вызревания уже начались, вот смотрите, ну, во-первых, я вам сказала, да, что нижняя часть зреет долго, а потом буквально в течение нескольких дней может созреть еще чуть ли не на метр. Так вот, вот здесь у нас хорошо вызрела лоза, а вот здесь она пока что такая еще не совсем. И вот такая не совсем лоза, если ее до наступления сильных, ну, таких морозов, которые могут ее прибить, там, минус 3, минус 4, укрыть, то такая лоза может зимовать и может в следующем году дать урожай. Когда-то мы такую лозу слегка желтенькую укрывали у галанта. И в прошлом году у меня такая же лоза была на Каберне-Кортисе. Он жировал. И я его просто вот до морозов вообще в землю мы закопали, причем даже под небольшой слой земли. Ну, перезимовала, в этом году я получила первый сигнальный урожай. Да, небольшой, да, там, может не супер все, но что-то я получила. А если б я сразу обрезала коротко, потому что вот, да, а дальше оно не вызреет, ну, ну и все. И получила бы тут только совсем чуть-чуть. Поэтому я, ну, я считаю, что спешить с этим не стоит. Конечно, тоже вот эта зеленая часть, она точно не вызреет. Ну, тем не менее, вот где-нибудь вот досюда вполне есть шанс. Снизу там вообще все хорошо, да, но вот если я сейчас, точнее, даже не сейчас, сейчас еще рано буду смотреть прогноз погоды, увижу, что будут уже такие ночные морозы, то, в принципе, вот даже вот так можно было бы обрезать, положить, накрыть, и шансы есть. Отрезать, как говорится, всегда успеем. Ну, видите, мне повезло, да, у меня вот еще висит зеленый лист. У кого-то заморозки еще в начале сентября, весь лист побили, в принципе, конечно, уже с начала сентября, времени прошло много, можно резать. С другой стороны, в лозе все равно идут какие-то процессы, в том числе и независимо от листьев. Вот как раз-таки пример. У этого кустика больше всего лист прихватило, вот когда были эти сентябрьские заморозки. Тем не менее, ну, да, вот что-то осталось живое, хотя говорить о том, что вот такой листик маленький мог повлиять на вызревание лозы, сложно. И, конечно же, я не засекала на этом кустике, насколько он был вызревший на тот момент. Тем не менее, нет никаких сомнений, что вот до сюда, а это, ну, метр-двадцать, метр-тридцать, лоза вызрела. При вызревании лозы задействуется не только то, что продуцирует лист, но еще глубинные процессы, происходящие в этой самой лозе. Поэтому даже если лист, вот он обмерз, не стоит спешить, что-то, ну, делать, обрезать. Подождите немножко. Кроме того, особенно, да, особенно если сама по себе лоза не была повреждена. Смотрите, здесь, ну, вот этот лист, вот он со 2 сентября и висит такой страшненький. Но небольшой морозик, вот который убирает лист, для лозы он не страшен. И если лоза не поморозилась, то, ну, не спешите ее резать. Если поморозилась, тоже не спешите. Объясню, почему. Особенно это важно для новичков. Как понять, что лоза вызрела? По цвету, да, все понятно, все хорошо. Но примороженная лоза, подмороженная лоза тоже становится коричневой. И когда я пару лет назад тоже вот рассказывала про вызревание лозы, в ролике показывала, как нам лозу щупать, были комментарии. Ну, есть такие люди, которые считают себя умнее других, просто потому, что они не видели, что бывает по-другому. Писали, а вы там не очень умные, что вы щупаете эту лозу. Первый раз такое видим. Так вот, как раз таки, когда лоза подморожена, по цвету она будет одинакова. А здесь будет из коричневой и здесь. И вот мы ее ручками берем, там, где она вызревшая, она более тепленькая, такая шероховатая. А там, где она еще не вызревшая, она будет более холодная и такая слизкая. Ну, скажем так вот, на ощупь она немножко другая. Но, если кому-то это сложно понять, вот если вы не будете спешить с обрезкой, вот сейчас у нас 21 октября, у меня еще, листик висит, но если мы вот после таких морозиков, которые уже и лозу схватят, подождем недельки три, да, то вот эта вот подмороженная часть, она начнет посыхать и уже там будет замечательно видно, где вызревшая часть, где не вызревшая. И вот если мы не будем спешить, то нам разобраться с этими вещами будет гораздо легче. Ну, вот немножко покажу. Пусть не весь виноградник, но он довольно большую его часть, как видите, еще довольно много рабочего зеленого листа. Ну, а даже там, где он не совсем рабочий, пусть висит, упадет сам. Ну, конечно, с обрезкой мы не спешим. Я думаю, что середина ноября пока предварительно, а может быть и дальше. Будем смотреть по состоянию, по погоде, по всему остальному. В нашем случае спешить некуда, особенно здесь, на молодом винограднике. Вам также советую не спешить, не делать лишней работы. Вообще сейчас замечательнейшее, красивейшее время, когда вся природа дает нам яркие краски, желтые, красные, и вместо того, чтобы ходить по несколько раз делать одну и ту же работу, в виде предварительной обрезки, мне кажется, что лучше где-нибудь погулять в парке, подышать свежим воздухом и насладиться этой красотой. Ну и кроме того, у нас у садоводов, у огородников всегда в это время много еще и другой работы в саду. Но обрезка успеется. Также напоминаю, что если процессы вызревания в лозе уже пошли, мы понимаем, что, наверное, не успеет все-таки она вызреть так, как нам нужно накройть перед заморозком. И вот пока еще, пока такая прохладная погода, пусть все висит. Ну, смотрим прогнозы, если видим, что ночью уже там стабильно передают минус 2, минус 3, все можно накрывать, в принципе, даже полностью на зиму. Шансы есть. Сто процентной гарантии, конечно, вам никто не даст, но шансы есть. Крайней мере, на нашем опыте мы уже не раз убедились, что так лозу можно попробовать сохранить. Ну, особенно те сорта, которые для вас ценны. Я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!